На свадьбах, которые пьют спиртное, если вы идете, я вам сейчас обращаюсь к кавказцам, которые считают себя мусульманами, свадьба, где есть женщины, мужчины вместе танцуют, спиртное, музыка, это свадьба харам. Первый же день они начинают деть, это супруги, с харама, потом меня спрашивают, почему так много разводов? Да потому что большинство этих свадеб, ветерника, сделаны с самого начала на хараме. Семьи собирается на харам, на запрет на, нет там барраката, там нет благословения Аллаха, потом через месяц, через полгода, год разводятся. Почему так получилось? Потому что вы начинаете с самого начала из понтов, долги вылезаете, спиртное покупаете, музыкантов набираете, все началось с харама и заканчивается харам. Поэтому достоинство выйти замуж, это не столько ты там собрала диваны, мебели, всякие тазики, мазики, золото тебе купили, это ничего, это ноль, это матао, дуния, это пыль, которую из этой дуни собираешься. Когда нет любви, когда в семье нет счастья, нет понимания, нет соблюдения ислама, сумны, то это все превращается в железяки, в деревяшки, в подушки. Все, один день пожар будет, все сгорает. Любовь и чувство, и уважение, и то, что ты ради Аллаха делаешь, она не сгорает никогда, а то у Аллаха остается. Поэтому не надо все внимание включать, всякие вот это, сколько он там преданий дал, какие занавески, какие дела, не знаю, что вы обсуждаете. Просто слушать противный бой. Все, сколько там, какую машину ее привезли, сколько там зал, все превратилось в показуху, как лицемеристая. Все показуха, все перегонять друг друга, обгонять в каких-то там роскошах. Кто-нибудь из вас, когда эти сотни тысяч и миллионы тратят на свадьбе, задумался, может быть, часть из этих денег, которые просто в пустую, на еду, которые я говорю, оландские хинкалы, такие-то хинкалы, третьи хинкалы, четвертые, пять выдел салатов, первые, вторые, столько столов забитых бывает. Валлах, и половина этой еды просто портится. Эти небольшие подкусывают, там пробуют, сюда пробуют, они объедаются, как свиньи. На самом деле, мы задумались, чтобы и кто-то там музыку играет, и кто-то нащитив даже приглашает. И пригласит человека, который объяснит, как у арабов часто бывает, они дают кофе, дают какой-то пудинг, там, маленький торт. Но приглашает ученых, которые объясняют, как по сунне им жить, что нужно делать супругам, какие у них есть права, какой есть сунна из посланника Аллаха, который он завещал при никахе, при свадьбе, при создании семьи. И люди пьют кофе и слушают его. Один раз меня приглашали на свадьбу, одного знакомого человека с сыном, я не люблю вообще на свадьбу ходить, это вообще самое ненавистное. И посланник Аллаха, тоже Аллаху ненавистная еда, которая на свадьбе, потому что приглашают богатых, знаменитых, таких влиятельных, а бедняков обычно на свадьбу не приглашают. Это самое нелюбимое место в свадьбе, еда. Самое нелюбимое место перед Аллахом, это базары, то есть где любят наши женщины, везде суваться, базары, это шайтаны, где много ходят. В этом свадьбе дали слово одному шейху, это у нас на Кавказе, это свадьба Буа. Шейх начинает, аль-хамдул-Ллах, ва-салат, ва-салам, а-на-расул-иллах, и вот что-то хочет на свадьбу сделать, все люди жрут, все люди болтают, никто не уважает ни хадис, ни аят, просто это какой-то свинарник. Это один из самых, которые соблюдают в груди, женщины отдельно, мужчины отдельно, спиртное не было, так там мы и вообще не пошли бы туда. Но в этом свадьбе, чтобы кто-то говорил в микрофоне шейху, поздравить хотел, чуть-чуть хадис на сверху сделать, люди, женщины, все это настолько болтают, увлечены, никто их заткнуть тоже не может, этих мужчин там не было, наверное, аль-хамдул-Ллах, и все жрут. То есть это жрачка, они при свадьбе, если нормально они хотели бы счастья этим семьям, этим мужу и жене, они сказали, что эх, выйди на свадьбу сделаем, объясни, как ему сохранить семью, как сделать, чтобы барака была семья, как делать так, чтобы они с любовью своей сохранили, семью сохранили, воспитали правильных детей. Никого-то не интересует, всех интересует, какая у них свадьба, лимпати, наверное, машина, наверное, я примерно предполагаю, обычно об этом, и потом все это выставляют там в соцсетях, инстаграмм, и понтоваться, вот это лицемерие у нас есть. Потом мы говорим, мусульмане, почему она нас унижает, почему у нас проблемы, потому что вот так уже все из-под контроля вышло, все женщины руководят, на свадьбах все любят женщины, они любят показухи, понты, и они делают, следуют за шайтаном, а мужчины следуют за своим женщинам. В конечном итоге получается свадьба, которая угодна шайтану, и гневает Аллах. Результат такой же, не удивляйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова